Здравствуйте! Эфир продолжает программа события в студии Михаил Ермоленко. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Итак, коротко о некоторых из них. Особое внимание расчистки дворов, тротуаров и подъездов к социальным объектам. Глава Самары Елена Лапушкина призвала городские службы усилить работу по уборке снега. Сбалансированное питание и восстановительные процедуры. Как проходят реабилитацию после лечения в госпиталях участники специальной военной операции. Сохранение исторической памяти. В одной из школ Самары прошло торжественное открытие партии героя Ивана Финютина. Глава Самары Елена Лапушкина на еженедельном совещании в городской администрации поручила профильным службам эффективнее организовать работы по расчистке снега. Особое внимание нужно уделить дворам, внутриквартальным дорогам и социальным объектам. Также на рабочей встрече обсудили и итоги работы Департамента опеки, попечительства и социальной поддержки за 2022 год. Подробнее в нашем сюжете. Итоги работы Департамента опеки, попечительства и социальной поддержки подвели на еженедельном совещании в городской администрации. под руководством главы Самары Елены Лапушкиной. Специалисты ведомства курируют более 14 тысяч горожан. Среди них и дети-сироты, и ветераны Великой Отечественной, и малообеспеченные семьи и люди с ограниченными возможностями здоровья, а также другие группы, которым положена социальная помощь и различные пособия. Специалисты департамента участвуют в реализации сразу нескольких национальных проектов, среди которых «Демография» и «Здравоохранение». Также в городе под контролем ведомства реализуют 10 муниципальных программ. В 2022 году в городе оказывали 69 мер поддержки, а в этом добавятся еще три. Помимо этой масштабной работы, специалисты департамента взяли шефство и над семьями военнослужащих, которые участвуют в специальной военной операции. В настоящий момент приоритетным направлением стало оказание адресной помощи семьям военнослужащих, принимая участие в специальной военной операции. В рамках реализации общероссийского проекта взаимопомощи «Мы вместе». Работают бесплатные федеральные горячие линии. С сентября 2022 года волонтерами городского округа Самара, которые около 500 человек, исполнено более тысячи обращений. На еженедельном совещании глава Самары Елена Лапушкина также обратила внимание профильных специалистов на качество уборки снега в городе. Мэр отметила, что в каждом районе есть замечания по уборке приладковой части дорог, а также расчистке дворов и внутриквартальных проездов. На заседании рассмотрели и отдельные адреса, на расчистку которых обращали внимание жители в социальных сетях. Елена Лапушкина призвала глав районов устранить недочеты в ближайшее время. Зима не такая снежная, но тем не менее с нас эту основную работу никто не снимал. Объезды районов настаиваю, чтобы вы лично ездили по району, по дворам и смотрели. Также глава города призвала руководителей службы благоустройства обеспечить выход людей и техники, руководствуясь состоянием подконтрольных территорий, а не наличием осадков в тот или иной день. И поручила внимательно контролировать работу управляющих организаций. Если компании будут некачественно выполнять свою работу или вовсе ее не проводить, то к таким коммунальщикам должны быть применены соответствующие меры. Михаил Ермоленко, Андрей Горгуленко, Николай Епифанов. События. Гуманитарный груз, который был отправлен в минувшие дни в зону проведения специальной военной операции, благополучно доставлен защитникам Донбасса. Об этом в своем телеграм-канале сегодня рассказала глава города Елена Лапушкина. Напомню, собрать продукты питания, товары первой необходимости и одежду помогли жители региона и города. Отправку груза, который разместили в трамвайно-троллейбусном управлении на Мичурино, проконтролировали глава Самары Елена Лапушкина и первый вице-мэр Владимир Василенко. Многие жители привезли именные и адресные посылки. О безграничной заботе, несмотря на расстояние и обратные связи с передовой, репортаж Ольги Павловой. Водитель большегруза Владимир в рейс, который отправляется на Донбасс, выходит уже не впервые. Говорит ребятам, на передовой сейчас как никогда нужна поддержка. На призыв о помощи откликнулся сразу, как только узнал, что в зону СВО необходимо доставить гуманитарный груз. Надо поддержать ребят, помочь, не бросать в трудную минуту. Продукты питания, товары первой необходимости, одежды, инструменты, тенты, палатки. Гуманитарку собирают, учитывая погодные условия в зоне проведения специальной военной операции. Для обогрева и приготовления пищи бойцам отправляют блиндажные свечи, отдельная часть груза, лекарственные препараты, влажные салфетки, спички долгого горения. При сборе гуманитарной помощи особое внимание уделяют условиям жизнеобеспечения в зоне СВО. Строительный материал, инструменты в данной ситуации. Здесь есть порядка около 300 комплектов, которые пойдут уже летняя форма одежды, но это на батальон. Первую фору на Донбасс из пункта сбора, организованного на территории трамвайно-троллейбусного управления, отправили перед Новым годом. Сейчас наши ребята с нетерпением ждут 23 февраля и надеются вновь получить весточку от родных и близких. Кроме продуктов, в зону СВО нередко привозят послания от самых маленьких жителей региона и города, в которых школьники желают нашим бойцам здоровья и скорейшей победы. Поддержку и помощь военнослужащим членам их семей оказывает и администрация города. Есть адресные посылки, которые собрали родители. И хочется сказать, чтобы родители были совершенно спокойны, что это дойдет все до адресаты. Хочется, чтобы ребята к 23 февраля получили все наши подарки. Мы за них переживаем, мы за них болеем. Мы желаем им победы, желаем им здоровья. Конечно, скорейшее возвращение домой из победы. География посылок огромная. Гуманитарный груз собирают не только самарцы. В числе городов, желающих помочь защитникам Донбасса, Ульяновск, Новокубишевск, Щипаевск, Отрадный и практически все муниципальные районы нашего региона. Чтобы могли чувствовать себя комфортно. Дополнительно еще добавлю, что у нас есть контакты с родственниками мобилизованных. Нам присылают им тоже небольшие посылки личные и все то же самое доставляем. Посылки для отправки в зону ИСВО присылают предприятия, муниципальные службы, средства массовой информации. Неравнодушные граждане делают все для того, чтобы наши бойцы почувствовали тепло родного дома и заботу. Сегодня стало известно, что гуманитарка в целости и сохранности благополучно доставлена защитникам Донбасса. Об этом в своем телеграм-канале рассказала глава города Елена Лапушкина. Бойцы, выполняющие свой долг в зоне специальной военной операции, уже дали обратную связь, записав видеообращение. Урожаем нашу благодарность за ваши труды, уделенное время и просто человеческое спасибо вам. Гуманитарный груз, отправленный на Донбасс, не последний. Сразу после того, как посылки доставляются до пункта назначения, в Самаре начинается сбор новых вещей, необходимых ребятам для того, чтобы чувствовать себя в зоне ИСВО комфортно. Продукты питания и товары первой необходимости будут собраны в кратчайшие сроки неравнодушными жителями региона и города. Самарского сердца хватит на всех. Ольга Павлова, Николай Епифанов, События. В санатории «Волга» проходят реабилитацию после лечения в госпиталях участники спецоперации. Военнослужащим предоставлены самые лучшие условия и современные технологии. Учреждение входит в систему Министерства обороны России и более 90 лет санаторий занимается восстановлением и поддержанием здоровья военных. С условиями, в которых живут сегодня пациенты, ознакомилась Светлана Тимофеева. Александр находится в санатории «Волга» неделю. Мужчина проходит курс реабилитации после осколочного ранения, который получил в зоне ИСВО. День раненых бойцов начинается с вкусного завтрака. В меню – легкие салаты, горячее блюдо. Три раза в неделю пациентам полагается красная икра, два раза – слабосоленая рыба, каждый день – овощи, фрукты, соки. После завтрака военнослужащие отправляются на восстановительные процедуры. Наши врачи все абсолютно прошли обучение в медико-психологической реабилитации военно-медицинской академии имени Кирова. У нас в штате есть и кандидаты медицинских наук, и врачи высшей квалификационной степени. Штат очень большой. Клинический санаторий «Волга» – самый большой среди подобных учреждений, входящих в состав Министерства обороны России. Он имеет богатую лечебную базу. В зале механотерапии и интенсивных технологий занимаются пациенты с травмами спины и конечностей. Здесь у нас представлена аппаратура, которая разрабатывает верхние и нижние конечности, разрабатывает координацию, вырабатывает стереотип хождения. То есть все процедуры назначаются пациентам для реабилитации, чтобы они могли спокойно вернуться в строй здоровые. На территории санатория находится уникальный центр медико-психологической реабилитации. Военнослужащие могут получить здесь психологическую разгрузку, сделать бесконтактный массаж. В центре есть устройство для активной виртуальной реальности. Самарские медики впервые в России начали применять игровые технологии для реабилитации участников специальной военной операции. В целом программа для каждого пациента разрабатывается индивидуально. В нашем центре представлено уникальное оборудование как для диагностики психологического состояния. Это не только бланковые методики, которые используются всеми психологами, но и аппаратная диагностика объективного психологического статуса пациента. Проводится диагностика на аппаратах, которая позволяет определить на самом деле, какое психологическое состояние пациента в данный момент. А не то, что он отразил на бумаге чисто его субъективное мнение о своем состоянии. В санатории во время реабилитации военнослужащие могут жить вместе с женами и детьми. Медики считают, что семья позволяет пациентам восстановиться быстрее. Светлана Тимофеева, Константин Головин. События. На дорогах Самары рабочие начали аварийный ямочный ремонт. Основные работы по заливке проводятся ночью, когда на улицах меньше всего машин. Весной этого года планируют отремонтировать порядка 8 тысяч квадратных метров дорожного полотна. Подробности у наших корреспондентов. Андрей Антипов, водитель со стажем. Каждое утро из Юнгородка через весь город он добирается до места работы. Считает, что аварийный ямочный ремонт делать необходимо, особенно сейчас, когда происходят перепады температур. Обязательно ямочный ремонт очень нужен, потому что сейчас дороги хорошие и мало внимания обращаешь на ямы. А когда они появляются, то происходят удары, пропускаешь мимо. Когда все ямки заделаны, ехать легко, приятно, хорошо. Вот так вот. В Самаре аварийный ямочный ремонт начали проводить 17 февраля. На весенний период в областном центре запланировано отремонтировать порядка 8 тысяч квадратных метров. С учетом складывающихся погодных условий, в настоящий момент выполнен ремонт на площади 271 квадратный метр. В прошлой неделе не показатель. У нас практически все время, в течение недели, попадали осадки в виде снега. При этом темпы ремонта были недостаточно высоки. Учитывая, что по прогнозу у нас ожидается спокойная погода, когда не будет осадков, планируем темпы ремонта увеличить. Работа идет круглосуточно. Днем подрядчики готовят ямы к заливке, обрубают края, чтобы придать правильную форму. Затем при помощи компрессора яму осушают и выдувают из нее мусор, после заливают смесью. 20 февраля работы велись на улице Дачной в районе пересечения Стухачевского. Литой асфальтобетонной смесью яму заделывают ночью, когда движение не столь интенсивное. Чтобы смесь застыла, нужно 15-20 минут. В течение этого времени двигаться по взятой в ремонт локации нельзя. Специалисты отмечают, что аварийный ямочный ремонт – это первый вид сезонного ремонта. Температуру литого асфальтобетона может достигать 250 градусов, то есть превышает температуру стандартной смеси. Преимуществом при работе с таким материалом является то, что вся жидкость из заливаемой вывоины выпаривается. Температура самой смеси позволяет ее использовать в данных погодных условиях, на учетом того, чтобы не было сырым основанием. Оно непосредственно само разогревает покрытие, сходя из своей температуры, и обладает достаточно нагрязью, чтобы продержаться в течение гарантийного срока. На протяжении всего процесса за работой ведется строгий контроль. В первую очередь за составом самой смеси, которая выпускается в заводских условиях и подвергается лабораторным исследованиям. Все должно соответствовать ГОСТу. Кроме того, берутся пробы из кохера, работающего по принципу термосбункера. В этой установке поддерживается температура смеси. На местах ремонта также следят за качеством и объемом работ, делают выводы о возможности их приемки. В настоящее время на улице Самары направлены 4 кохера. При необходимости в план работы вносятся коррективы, ведь в случае перепадов температур асфальт разрушается быстрее, и яма может появиться там, где вчера ее еще не было. Данный вид ремонта – это лишь поддерживающая мера. Когда сойдет снег и установятся положительные температуры, на дорогах областного центра начнется основной ремонт. Их будут приводить в порядок методом карт с применением горячего асфальтобетона. В том числе масштабное обновление будет проводиться в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Ольга Павлова, Светлана Тимофеева, Григорий Плешаков. События. В Самаре для подготовки к очередному этапу строительства станции метро «Театральная» изменят схему движения транспорта, включая общественный. Для переустройства трамвайной линии в центре города, в районе пересечения улиц Галактионовской и Красноармейской, после полуночи 23 февраля и почти до 12 ночи 25-го, закроют движение трамваев на участке от улицы Арсебушевской до Фрунзе в оба направления. В этот период электротранспорт будет курсировать согласно временной схеме, указанной на экране. В этот период движение автомобилей по Галактионовской от Льва Толстого в направлении Красноармейской будет запрещено, а по Красноармейской от улицы Чапаевской в сторону Самарской ограничено. Водители смогут объехать перекресток с правым поворотом на Галактионовскую в сторону Льва Толстого, далее по Льва Толстого до улицы Самарской в направлении Красноармейской. Таким же маршрутом будут следовать автобусы номер 34, 3, 80 и 226. Автобусы 53 маршрута в направлении автостанции «Аврора» поедут по Галаксионовской, Льва-Толстого, улице Самарской и далее по своему маршруту. По расчетам экспертов, после завершения строительства первой ветки Самарского метрополитена пассажиропоток в подземке увеличится минимум на 15%. При необходимости муниципальное предприятие «Самарский метрополитен» сможет обеспечить сокращение интервала движения поездов до 7-8 минут. Но самое главное преимущество – новая станция свяжет удаленные районы Самары с историческим центром города. Эти временные трудности в итоге приведут нас к тому, что театр станет гораздо доступнее для жителей города. Во-первых, это рабочие районы, отдаленные районы Самары, которым будет гораздо удобнее добираться до нашего театра. И не только до нашего театра, учитывая, что рядом с площадью Куйбышева, собственно, здесь и театр драмы, и Самарт недалеко, и музейные, соответственно, наши локации. Все находятся, в общем, недостаточно близко. И, конечно, это будет очень удобный вид транспорта для того, чтобы приехать и прийти в театр. Еще в одном из учебных учреждений Самары появилась парта героя. Благодаря всероссийскому проекту учащиеся школы номер 7 смогут больше узнать о нашем соотечественнике, герое Советского Союза Иване Ивановиче Финютине. Честь первым в этой четверти учиться за необычной партой выпала одному из ребят – четверокласснику Диме. Почему выбрали именно его и как прошло открытие уникального мемориала, узнала наша съемочная группа. Четвероклассник Дима Таймаков в силу возраста пока что не знаком с подвигом Ивана Финютина, но уже проникся неподдельным интересом к истории Героя Советского Союза. Мальчику выпала честь первым в нынешней четверти учиться за необычной мемориальной партой, которую открыли в школе благодаря всероссийскому проекту «Парта героя». Выбрали Диму не случайно. Все четыре класса не единой четверки, учатся на отлично, добиваются успехов в спорте. Хоккейм занимается уже седьмой год, победитель разных соревнований, в том числе первенства Приволжского федерального округа. Сохранить память надо обязательно, чтобы потом рассказывать своим внукам, правнукам, чтобы люди не забывали, что есть Герои Советского Союза. Парту героя открыли накануне Дня защитника Отечества. Это не просто дополнение в экспозицию действующего в учебном учреждении музея. Для нас это действительно значимое событие, и мы очень надеемся, что это мероприятие станет таким нитью, связывающим поколения, и возможность для ребят учиться еще лучше, быть первыми в спорте, быть первыми в творчестве, потому что только самые лучшие наши ученики будут иметь возможность учиться за партой героя. А таких учеников у нас много. Герой Советского Союза Иван Финютин, хоть и не был уроженцем нашей губернии, но долгое время после войны трудился в Кубишевском авиационном институте. Эти и другие основные вехи жизни гвардии старшего сержанта отражены на парте героя. Многие не знают в полной мере, в той мере, в которой надо знать о наших героях. И, наверное, как раз когда человек, ученик, будет в течение недели сидеть за партой героя, у него будет как раз время, и я думаю, что у всего класса лучше узнать. По словам директора школы, в планах открыть еще несколько таких парт. Их посвятят героям, которые сражались и трудились на благо Родины. Их имена и фамилии уже носят некоторые улицы микрорайона «Крутые ключи». Среди них Иван Финютин, Евгений Золотухин и маршал Александр Василевский. Михаил Ермоленко, Николай Сидоров. События. Членам одного из поисковых отрядов Самары удалось установить, где в регионе проживает ветеран битвы за Кавказ. Сейчас Юрию Таничеву около 117 лет. По случаю открытия в Самару прибыл представитель общественной палаты Чеченской республики Иса Сардалов, чтобы передать ветерану памятную награду. Ее изготовили к 80-летию битвы за Кавказ. Подробнее в нашем материале. Изучение архивов и публикаций в СМИ, взаимодействие с общественными организациями, кропотливая работа поискового отряда «Сокол» не прошла зря. Ребята установили, что в Самаре проживает ветеран битвы за Кавказ. В годы Великой Отечественной войны это сражение стало одним из самых кровопролитных. Сейчас Юрию Таничеву около 117 лет. Точный возраст участника боевых действий сложно обозначить из-за расхождения данных. Благодаря активной работе члены поискового отряда установили место проживания ветерана всего за полдня. В общем-то участвовал весь отряд. Мы всегда за все дела беремся коллективно, вместе. Поэтому не могу кого-то отдельно выделить. Мы всегда работаем командой. Связавшись с ветераном и его родственниками, члены поискового отряда рассказали, что участнику боевых действий хотят вручить специальную награду. Цель прибытия в город Самару – это передать памятную медаль участнику обороны Кавказа подполковнику запаса Таничеву Юрию Павловичу, который принимал самое активное участие, когда в Северном Кавказе проводили ожесточенные бои с немецко-фашистскими захватчиками. Орден изготовили в преддверии памятной даты. В 2023 году исполнится 80 лет со дня разгрома немецко-фашистских войск в битве за Кавказ. Противостояние длилось 442 дня. По оценкам историков, сражение унесло более 600 тысяч жизней. Я всегда детям говорю, всем нашим участникам, молодежных поисковых отрядов, при любых встречах, что уникальные поколения, уникальность состоит в том, что они крайние, можно даже сказать, последние из живущих, кто видит живых ветеранов, кто еще может с ними поговорить, сфотографироваться с ними, записать историю их жизни, историю их участия, хотя они мало и в основном не любят говорить о Великой Отечественной войне, поговорить с ними вживую, стать свидетелями, стать теми людьми, которые донесут в дальнейшем правду о Великой Отечественной войне. Во время встречи с членами областной общественной палаты и коллегами из Республики Чечня поисковые организации подвели итоги работы за прошедший год, презентовали новые проекты и рассказали, какие артефакты Великой Отечественной войны удалось отыскать по всему региону. Также для ребят провели лекцию, после которой общественники ответили на вопросы участников. Светлана Кудрявцева, Михаил Ермоленко, Игорь Казановский. События. В России началась Масленица. Праздник, сохранившийся с языческих времен. Из года в год дата праздника меняется. Это связано с особенностями Пасхи. Каждый год ее отмечают в разные числа. В этом году она приходится на 16 апреля. Соответственно, Великий пост начинается за 47 дней, 27 февраля. Поэтому в этом году празднование Масленицы начинается в понедельник, 20 февраля, а завершается 26 числа, прощенным воскресеньем. В Самаре первый день Масленицы отметили народными гуляниями. На них побывала Светлана Кудрявцева. В этот день на Руси начинали печь блины, встречались с родственниками, помогали нуждающимся и друг другу. Первый день Масленичной недели так и называется – встреча. В Самаре праздник для всех желающих организовали Дворец ветеранов и городская общественная организация Всероссийское общество инвалидов при поддержке администрации города. В программе народные песни, танцы, конкурсы. И мы очень рады всегда друзьям. Рады тому, чтобы люди встречались, чтобы люди общались, чтобы обменивались положительной энергетикой, улыбкой. Чтобы можно это было сделать вот так вот активно, на свежем воздухе, с горячим чаем, с блинами, с пирогами. Порадоваться друг другу и пожелать всего самого доброго, настоящего. В этом году Дворец ветеранов и общество инвалидов впервые организовали конкурс «Маслен». Четыре района Самары решили посостязаться в изготовлении традиционной масленичной куклы. На работу у них было две недели. Самое главное, они сделаны так, как положено. Набиты соломой, сделаны красиво одеты, лица не накрашены. То есть люди постарались. И впервые вот это получилось. Я считаю, что это надо продолжать. В первый день масленичной недели, или, как принято говорить, сырной седмицы, подвели итоги конкурса «Маслен». Поощрительные призы получили мастерицы из Самарского района. Третье место заняла команда Ленинского района, второе – Железнодорожного. А первое место у Советского района. По решению жюри, кукла-победительница наиболее соответствует народным традициям. Кто сколачивал свою эту деревянную основу, кто сено, нашел, где достать сено, сейчас сложно. Кто материал, кто шаль, кто семеро, да, север у нас человек. Хотели ее украсить, чтобы она была самая красивая и самая лучшая. Так и получилось. Постепенно языческий праздник соединился с христианским. В последний день Масленичной недели православные верующие начинают подготовку к Великому посту, поминают усопших и просят прощения у близких. Светлана Кудрявцева, Николай Сидоров, События. Далее эфир продолжит обзор телеграм-каналов, городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они писали сегодня на своих информационных площадках. В телеграм-канале советского района напоминают, что свидетельство о рождении – это первый документ, который нужно получить на ребенка в течение месяца со дня его рождения. Чтобы зарегистрировать рождение ребенка, можно подать заявление с порталу Госуслуг. При регистрации онлайн необходимо выбрать дату и время посещения ЗАГСа, чтобы не стоять в очереди за справкой. Какие преимущества дает портал Госуслуг перед иными способами получения услуги, можно посмотреть в ролике, опубликованном в телеграм-канале. Активные жители Совет ТОС «Орбита» совместно с Самарской общественной организацией помощи и поддержки многодетным семьям изготавливают окопные свечи для наших бойцов. Говорится в телеграм-канале промышленного района. Такая свеча может обогреть, с ее помощью можно подсушить одежду, растопить снег, разогреть еду. За эту неделю было изготовлено более 200 свечей. В телеграм-канале Октябрьского района Самары напоминают о необходимости соблюдения правил использования газа в быту. При появлении первых симптомов отравления угарным или бытовым газом нужно покинуть помещение, обеспечить органам дыхания приток кислорода, немедленно вызвать скорую помощь. При подозрении на утечку газа незамедлительно позвонить по телефонам 04 или 104, а также по телефонам экстренных служб 0111 и 112. Берегите себя, своих детей и будьте осторожны. На этом выпуск подошел к концу. Продолжайте следить за новостями на официальном сайте Самары ГИС, в нашем телеграм-канале, на страничках в Одноклассниках и ВКонтакте. Выпуски программы смотрите на видеохостингах и в социальных сетях. Всего доброго, до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok